Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну что же, дорогие друзья, идем мы обратно в Шантану, вон она уже на перегонте виднеется. Обращаемся обратно в Лимарину, у нас экстренные обстоятельства. Так что, другосветка у нас будет со второго дубля. Вот так. Но ничего, ветер сегодня не очень хороший, вчера был шторм, все это затишье, поэтому идем мы на моторе. Ветер очень-очень очень чистый, поэтому идем вот так, очень слабый ветер, идем на моторе. Высаживает, прикинь, высаживает, говорю, на берег. Вертолет подлетел к пляжу и высадил гостей, вот такой здесь сервис. На самом деле не знаю, кого он высадил, но кого-то высадил, прямо на пляж. Добрались мы до Лимарина, сейчас уже пройдем по каналу. Вот здесь лодочки появились, и будем уже парковаться. Вот тут сложно, и все в кораллах, поэтому будете здесь осторожно, смотрите, не поцарапайтесь. Ну и якорная стоянка, одни кораллы, мели. Вернулись мы в Лимарин, сейчас найдем себе место для стоянки и решим все свои вопросы. Да, Макушка, Макушка, он может похоже, лучше всего-то пошел, лучший код. А глубина какая? Шесть. Сколько? 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 Так, стойте секундочку. И уже все. Ох. Давай теперь его ниже пусти. Не заводится, и вернулись мы в тот же магазин, в тот же сервис, где мы покупали, где мы делали техобслуживание. Будем сейчас сдавать ее, и пусть смотрят, что вообще произошло, потому что слишком это уж странно. Так что она так быстро вышла из строя. Так что занимаемся мы физкультурой. И мы счастливы. Смотрят они кнопку, говорят, что если кнопка да, то все по гарантии, то надо будет ждать, когда ее привезут. Так что, ну, в любом случае, диагностику когда-либо будут делать завтра. Поэтому завтра мы сюда вернемся, и уже будем точно знать, когда отдадут нам наш мотор. У нас кончился неожиданно газ. И пришлось вернуться сюда, потому что здесь есть все в одном месте. Пришлось возвращаться, чтобы купить газовый баллон. Такой стоит 48 евро. Наш баллон стоит 300 евро. И так как у нас другая система, нам пришлось покупать другие переходники. И чтобы вклиниться в нашу систему, пришлось купить вот такой еще редуктор. Стоит он 20 евро. Ну что, будем устанавливать? А то кофе хочется. Куда откручивается-то? Ты закручиваешь? Фига себе. Закрутили. Ой, пошло. Газ пошел. Ну что? Газом пахнет. Вот уже чуть-чуть. Почти. Чпонь-чпонь-чпонь-ка готово. Ну. Все, можно пить кофе. Шланг-шланг. Ну все. Все подобрали? Да. Вот эту вот искали. Четыре раза в магазин за ней ездили. А, вот за этой штучкой? Да, вот за этой вот. Открутили. С точечкой. Ты что, и по резьбе подходит? Вообще все идеально подходит. Да. И стоимость? Стоимость? 2 евро. Да? Да. 3. А такая же газовая? 40. Такие нам вообще подходят. За 3-то евро. Принимайся. Вот. Вот такая вот у нас была система. Сейчас мы будем ее менять. чтобы у нас был на лодке газ. Сейчас тут порядок мы ждем. И все. И можно будет проверять. Что он у нас там? С газиками. Так. И вот наш родной. До лучших территорий оставим. Где заправят нам все-таки. Чепоник. Все. Идем проверять. Ох. А что, газы? Все. Все работает. Кто-то будет снять блинчики. Сейчас будем раскручивать вот эти все хомуты. Смотреть, почему вода отсюда... Ой, отсюда ушла вода. Так что нам нужно перекрыть для начала клинкет. И можно будет все уже откручивать. И будем смотреть вот эту вот железную штуку. Потому что вода под ней. И скорее всего проблема именно в ней. Но будем разбирать всю систему. Вот этот хомут будем снимать. Вот этот будем снимать. И будем пытаться ее вытащить. Потому что если проблема не в ней, то придется вытаскивать вот эту вот трубу всю. Просто там метров 10, наверное. Так что вот. Так. Все здесь перекрыли. Все. Можно начинать. Маленький. Маленький. Не лезет. Ну, куда-нибудь на 13 еще раз. Подходит. О, пошло. Нормально. Пошло. Давай, пошелик. Пошелик. Повыше поднимите. Ну, вот так, да. Чуть вижу. Краю. Вот это вот надо бы сейчас заснять на видео. Капает там что-то или не капает? Я снимаю все это. Ну, мы же не включили еще мотор. Девочки. up. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что будем сейчас стараться это как-то снять Самоглушитель метра полтора, наверное, у нас Как его выдергивать отсюда вообще непонятно Будем сейчас вытаскивать Вот, вот он Сверху нормальный, а снизу что-то как-то похоже продырявился Опа, пол дело сделало, супер Сняли? Угу, давай камеру Сейчас засниму, свети туда Я пишу еще Что там, есть что-нибудь? Ничего там нет Пусто? Пусто Теперь давай тот хомут, а ты, Вик, снимай Теперь тот хомут надо снимать Вот здесь? Ну конечно Тут ничего нет, я уже снял Ну я имею ввиду не хомут этот Трубку снимать Сейчас я вот этот тоже уберу Так, знаешь, что сделай? Нож Вик, да? Срезать надо все это? Да ладно, потом наденем назад Думаешь? Ну да, вот я уже снял А второй Вот смотри, вон там, где пол я разобрал Там видишь, еще один хомут Да, тут все разбирается Разбирается? Ну, Настя, спокойно понимается Может срезать? У нас есть хомуты Ну давай, ладно Вик, давай нож Если так Думаешь, он вытянется туда? Кто? Этот Трубка должна уйти туда Она там легко лежит Нет, я про глушитель Нож Не знаю, посмотрим Там пишется камера, если что Ты прям струбка Чего? Давай, режь Красный провод Красный провод Не, синий Чего синий, красный провод? Да режь, что? Еще раз покажи Вот, смотрите Это, наверное, эти Думаю, что это значимый Давнее Давай От стейки еще Еще от стейки, да Давайте нож опять Я еще один отрежу Вниз светильник Отрезал? Отрезали? Отрезали Все, теперь надо этот шланг сдвигать Это как, сбок, да? Тоже сдвинут Провода, если можно Да Ну сейчас, я думаю, они не помешают Сейчас можно уже просто срывать Думаю Вынимай рваные эти, как их, хомуты Чтобы они там не валяли Я их вынул вроде Нет, вот лежит Где? А А, который просто сковырнул Понял Я просто пытаюсь прокрутить Это ты звуки издаешь или труба? Нет Я просто пытаюсь прокрутить, чтобы он вышел Хотя бы, типа, с этих пазов своих древних сошел Там прогресс какой? Не знаю Попробуй этим молотком Сейчас еще кое-что Вот так Это что за звук такой? В каким местом ты это издал? Даже снимается Я чувствую пальцами, как он выходит Что у тебя там выходит? Стоять Стоять Да я-то стою Все, вообще не могу Ты этим не туда? Давай Стоять Я сдвину туда А можете там встать И держать глушитель? Давай, можем Иди, Вер Вот, вот труба Она соединяется с этой Коробкой И вот я цепляюсь за этот шланг Катяную Да ничего не получается Я думаю, нужно разбирать кровать и немного освободить шланг Иначе мы его просто нет Не вытянем Не сомнемся Стоит подушку принести Ты сейчас себе руки взорвешь Я готов Держу Давай Тянем? Да Ну у меня она в принципе не тащится Я вообще ничего не шевелюсь А у меня она свободна Вот просто свободна Она просто на трубе надета И все И никак она за нее не держит Не знаю как Ну все, вот здесь вот освободили Открутили Здесь тоже пришлось Разобрать всю каюту Чтобы снять этот шланг Будем сейчас вытаскивать О, идет нормально Только куда ее? Места нет Шевелится нормально Давайте поднимать Ну что, я могу ее наверх попробовать поднять И сюда Ну а тут провода мешают Ну а провода что? Вот они А вот что провода? Что с ними перенесли? Они просто сверху лежат Попробуй, птяни Не, ну вот сюда вот она едет Вот Ну хорошо, что едет Надо до конца Чтобы она доехала Дай тебе попробовать Давай, Кирилл, попробуй Если мы имейте Ну если так, давай А там следующая стенка Вот эта Пол, да, Миша? Нет, стенка Где аккумуляторы? Да нет, она уже... Десять Ну если вот это вот снять Я думаю, он выйдет Снимай Откручиваем Дайте мне этот Шуруповерт? Да Не работает Отвертку можем дать Я хватит, думаю Ну давай Держи Туда С той комнаты надо? Да, надо Они прям насквозь пробивают А, они с этой стороны У меня показалось, что это ведь Перегородка Думаешь, она зле не может выйти? Нет Как думаешь, если ее отогнуть и вынуть Нормас? Нормас Тяни на меня Если бы У меня вроде бы пошел миллиметр уже Да А я знаю, наверное, что надо снять Чего? Вот эту вот Перегородочку Вот эту? Ну она куда? Она держится Она снимается Вот я вижу даже Нет Волт Вот Давай я заталкиваю назад Да Она тут вроде снимается Вот эта ты имеешь в виду? Как она снимается? Это защелка, она там в пазы вставляется А в ней будет этот болтик Логично Снимается? Да Скрутил Это сверху еще вроде прикручено А ты ее открутил С одной стороны А там можно с двух А, нужно дерево вытягивать Что снимаешь? Все, все пошло Снимаешь? Все, все, все О Так даже лучше Да Пошевели ее Осторожно, что-то там трещит На себя и мне ее, да? Ну конечно Все А, там клей был, да Ну вот смотри Теперь мы ее можем вытащить Ну давай, если сможем Так, что-то опять мешает Вот он уперся в стенку Приходится нам разбирать Сейчас вот эту вот стенку будем разбирать Аккумуляторы все вытаскивать И может быть тогда он выйдет Ты видишь такую же твердку? Откручиваю вот эту стенку Так, ну это открути А, по идее, должна Там стоит Нет, шевелится Не наклею Еще вот эту надо будет тогда Да, и там еще одна внизу А, ты только одну открутил Четыре часа мы уже все это крутим Вот стенка Я открутил вот эту У меня еще вот эту можно? Все Тогда зверь Тогда клай Просто руки-то не пролезают Все Ящик с аккумуляторами у нас редеет Ну Вот Прям Миллиметр Вот так выглядит наш глушитель Большой Случитель Вот там на дырку Вот это он, да, и все К металлистам надо ехать Прям сейчас? Ну скажи, сколько оно стоит Как оно здесь вообще прожжавило? Как-то прожжавило Мне кажется, что это не единственный проблем Вот дырочки, смотрите Вот дырочки, вот смотри прям Потрогай Где ты едешь? Сейчас кто едет А, едет туда? Да Ну не знаю Давай я могу Чуть-то едет Да, такой глушитель мы точно здесь не найдем А, дырка рации нет, я скажу И тузика не будет Может все-таки реально кидать второй якорь Чтоб на всякий Он там кидается Да не, ничего не будет, вы че? Нормально Нету никакого урагана Обычный дождь Умерил температуру Проверяем Ух ты, 38,6 Деньги на лечение принимаю Принимаю деньги на лечение Процетамол точно наверху там написано Я не ем таблетки Я не люблю таблетки вообще Но тут пришлось Все окна закрыты На улице дождь А мы тем временем чиним мотор Пришли мы в аптеку Вот так он отрывается Просто отрывается Надо нам купить таблетки Что это у тебя такое? Решили таблетки прикупить Лечимся от температуры Проинформирован Значит Здоров Здоров Как говорится Что там вооружен Значит вооружен Что там Ну да Осведомлен Значит вооружен Все, сейчас померяем Мы выздоровеем А вот бюрок Смотрите Сколько стоит Что? Бюрок Витаминки В России То, что такие Я помню Более 12 евро За 30 Как тут Что берешь? Парацетамол и градусник Что еще? Система Если вы заболели Денге Вам нужен комплект На 6 евро Градусник И парацетамол И все И вы выздоровели Парацетамол не обязательно Парацетамол не обязательно Это так Чтобы снимать симптомы А так температура выше чем 40 Все равно не поднимется Вот Ну это так Страховка Это для Кирилла Он сейчас померяет И встанет Глушитель на место ставит А вы ему того, а? Нет А вот Это он? Да Да Кар Countdown Внутри. Сегодня здесь. Сейчас. Много из них. Много из них. Много из них. Этот из них. Много из них. Много из них. Много из них. Сейчас. Хорошо. 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 Вы готовы? Хорошо. В что время? Сейчас. 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 10 часов. 10 часов. Миндив. Сколько часов. Сколько часов, 1 часов. 1 часов. 1, 2. я не знаю но если ты не делаешь как ты разложил я не делаю да, потому что здесь это не так, но если ты разложил и потом ты сутки ты хорошо ты не ешь мы говорили в 12 мы вернемся в 12 мы заберем нашу бандую все как они ее могут крутить заварили они нашу железку практически всю сказали вчера правда в 9 будет готова но сегодня сказали что в 12 часов приходить еще не успели все заварить нашли еще дырку так что уже 2 заплатки поставили еще 3 8 2 думаешь у меня так что-то мне то я какой-то бодренький тут что-то мне прям я вот так вот весь умираю башка болит не проходила это деньги это все лихорадка ты тебя укусил укусил комар полосатый очень коридор готов наш глушитель можно глушить кого угодно такой гондуриный конечно что-то дурник что ли установили заводить поехали все все готово все нам сделали все сварили ладно мы сейчас приедем на лодку тогда поподробнее покажу сколько нам там заплаток сделали так вообще вроде нормально все 200 евро стоит железочку люблю карибы немножко осталось только хмуты все надеть и все и проверить не зря ли не зря так мотор мы собрали вода у нас под паелами хлещет как из-за ручья чего ни хера себе извините трубе дыра причем почему-то вот это вот резинка сверху который черная дырявая для палец сую палец на не лезет но там прям дырка какое-то волокно после этой оплетки палец лезет зашибись нашли думаешь я думаю что это можешь включить мотор а я буду держать там палец да зачем и если будет водичка журчать мне через палец значит это та дырка давай давай заводи давай здесь давай здесь растим там прям нет там камня не вот здесь вода вот пошла вот там давай вот давайте 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 Видно там? Вот палец, там где-то вода должна идти, вот дырка. И как она там образовалась? Включай! Включай мотор! Тридцать и восемь восемь восемь. Нормально. Заболел что ли? Ну так что-то будет. Захваживал. Ну какая у нас тут обстановка? Нормальный ход, здесь запас, плюс еще вот этот вот поворот. Здесь у нас свободно, теперь из каюты будем ее протягивать. Это надо, наверное, этим пассативным. Вот она. Как так получилось? Мне кажется, это просто от старости. Да, мне тоже так кажется. В общем, вот у нас сорок метров, мы выкинули всю цепь. И обещают после четырех. Сейчас как раз время уже четыре часа. Вот такая вот у нас здесь картина. И в Гренаде вообще обещают. Прям не то что порывы до пятидесяти, а в стабильный, наверное, ветер будет есть. Так что узнаем, что там вообще будет в Гренаде. Так что вот, готовимся. Готовимся к шквалу. Отдали десять метров цепи. Приготовились. Вперед, говорит Виктор. Тут буй лежит. Нет, вот тут. Я думаю, плохое место. Порыв закончился. Нет, нет, нет. Я разворачиваю. Тут. Я развернусь. Ничего, держись. Какой ветер? Какой ветер? Да, что-то жесткий какой-то, да? Где? Мы стояли между вот этим и вот дальше. Видишь его? Нет. Не только один. Костяк�ц кто-то. Костяк развода.